здравствуйте друзья у нас такой разговор интересный сегодня человек спрашивает купил говорит такой каждодневник ежедневник и там надо каждый день делать записи с тем чтобы благодарить значит кого-нибудь за что-нибудь этот ежедневник он так устроен что там на каждой странице идет какое-то позитивное высказывание от людей которые участвовали в создании фильма секрет я так понял там прямо фильм не называется но так я понял что оттуда и вот надо благодарить значит людей разных и он ведь но это же как 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 же вот кого же и чтобы каждый день это что-то такое надо видимо ну знать да иначе это как-то не получается так в таких количествах благодарить поэтому мы сегодня поговорим о благодарности значит я бы сказал так что и философски и теологически так как во всех религиях и психотерапевтически мы знаем что чувство благодарности вот по-английски gratitude стал этот gratitude это очень важное очень важное очень очищающее очень облегчающее душу чувство очень радостное как бы но это это очень большое дело то есть люди которые не испытывают благодарности никому ни за что и так далее их жизнь в общем-то тяжелая по большому счету потому что ей не хватает вот это но у верующих людей например у них нет проблемы кого благодарить вот есть он до всемогущий всевышний который все создал и все что у нас есть от него и так далее это просто не надо быть верующим на уровне вот допустим там посещение там какой-то церкви или там принадлежности какой-то конфессии или даже вот без конфессии вот скажем в америке очень распространены такие неконфессиональные общины религиозные протестантские но как бы вот такие протестанты вне конфессии а тут значит получается если человек не верующий если он не может там благодарить вот бога ну еще раз я я там может быть не закончил не обязательно ходить в церковь там систематически но можно просто как бы чувствовать что вот есть нечто больше нас больше нас выше нас вот где-то там вот его можно благодарить 70-летний авраам да когда до него дошло что есть что-то больше чем он да он бросил сытую довольную устроенную жизни ушел там бог знает куда потому что ему бог сказал вот пойдешь там землю к нам там будешь новый народ от тебя пойдет мой народ началось все с того что он понял что есть что-то больше чем он сам это очень сложное признание понимаете человеку очень сложно сказать что есть что-то больше чем он сам так вот не обязательно быть верующим можно быть неверующим но просто понимать что есть что-то такое большее или там скажем считать что она там где-то есть как быть людям которые вне этого вот вне того что есть что-то большее и это большее можно благодарить и его можно благодарить там за все да вот это больше например сели мы покушать с утра и мы говорим спасибо тебе там кто ты там есть до барухата адонай да и вот мы ему говорим там или там господи там и же если на небеси и и пошло и поехало вот какой какой-то ритуал но это может не быть ритуал это может быть просто вот и ты испытываешь чувство благодарность спасибо что мы сегодня все живы что спасибо что мы за этим столом все вместе спасибо что у нас есть еда спасибо что мы допустим я не знаю чтобы в хорошем состоянии здоровья мы получим удовольствие от этой еды спасибо что у нас есть дом в котором мы собрались спасибо что мы после этой еды разойдемся по своим делам у нас есть эти дела и нам есть чем заняться и тогда то есть миллион всего его тег но как только ты понимаешь что есть что-то больше чем ты да ты начинаешь понимать что за то что есть еда можно быть признателен за то что есть друзья и они сегодня за столом тоже можно быть признателен и так далее вот вот быть благодарна значит как быть когда нет вот этого и это в сущности вот цель вот этой книжки да я так понимаю ежедневника это коммерческий продукт ну что же это же это же не 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 бог его сделал это некий коммерческий продукт смысл которого в том чтобы помочь людям допустим которые хотели бы в концепции вот допустим фильма секрет значит очень хороший фильм я его правда уже давно не смотрел но было время я вот каждые полгода пересматривал как будто заново смотрел так вот что тут скажешь значит каждый день кого-то благодарить но послушайте есть родители давайте с этого начнем если родители еще живы вот у меня например такого нет чтобы родители были живы пойти я бы может быть каждый день бы звонил и благодарю то что когда их нет особенно ты понимаешь что ты упустил возможность при жизни благодарите и любовь выражать там и тогда есть родители и совершенно не обязательно чтобы вас родителям были хорошие отношения бывают с родителями отношения не очень хорошие но это только потому что вы не сказали себе что мне есть за что быть признательным моим родителям мне есть за что любить моих родителей обычно мы же на другой стороне мы же говорим вот мне вот этого не дали вот я тут просил велосипед начали мне не покупали но я утрирую там я в принципе говорю то есть мы обычно помним обиды а то что они любили тебя как они тебя любили ты господи я вот сейчас уже к 60 мне подходит и я я только сейчас начинаю понимать насколько родители любили нас с братом и насколько вся их жизнь была подчинена и и пропитана вот этой любовью до меня только сейчас доходит я не понимал ничего понимаете поэтому есть родители спасибо что они есть нет родители спасибо что они были спасибо что они любили тебя спасибо не ли у вас нет такого чувства что любили спасибо что даже не любя понимаете они вас кормили по или они вас вкладывали и так далее если есть желание найти за что сказать спасибо это несомненно найдется я помню есть потрясающее видео был такой он он уже как бы не не с нами был такой человек его псевдоним его такой творческий зиг зиглор зиг зиг зиглор зиг зиг зиглор вы можете погуглить на него а можете на ютюбе кстати вот на ютюбе поищите этого зиг зиглор и там будет очень много сюжетов его это это бесподобный совершенно дядька и он очень очень известный те кто думает что хорошо как по-английски тоже послушайте пошел говорит очень быстро и но но чисто он изумительно говорит у него есть история 1 как он значит там был какую-то лекцию читал пришла женщина и эта женщина она была ну как-то очень взволнована она была в общем она в таком в полу истерическом состоянии что все ее ненавидят а нет или там все вокруг уроды в общем все вокруг уроды такие уроды вот она на работу ходит и она тяготится этой работой в общем все вокруг уроды и он ну и он егать но послушай говорит он вот давай мы сядем вот давай десять вещей за что ты могла быть признательна вот этой работе она гида ни одной нет он и так ни одной зарплату платит каждый каждый месяц он газа от она горит зарплату платит регулярно он будет вот пожалуйста давай запишем что я люблю он он ей говорит значит давай напиши 10 там позиции по которой за которым искать я люблю эту работу вот и так я начинал не со словами со слова люблю а со слова там мне нравится а потом он уже переходит на люблю давно неважно вот этого вот 10 позиции будешь их выкрикивать с утра будешь вставать и зачитывать с утра перед тем как на работу идти ты будешь мне нравится моя работа тем что она что я каждый месяц регулярно получаю свой чек мне нравится моя работа потому что она недалеко от дома мне нравится моя работа потому что несмотря на то что отношения у меня не со всеми хорошие на меня там держит не выгоняют и так далее мне нравится моя работа то есть он так такие affirmations с ней Значит, отрабатывал Ну, посоветовал И потом, он говорит, через месяц, там полтора Где-то он был на другом мероприятии И встретил эту женщину И он говорит, ну как там Она говорит, ты не представляешь, как за это время Говорит она, изменились все эти люди вокруг Понимаете? Люди вокруг изменились, оказывается А изменилась она сама И если вам удастся, так сказать Реализовать инвестицию в Ежедневник Вы изменитесь сами Потому что, если сегодня вы не понимаете За что каждый день Можно кого-то благодарить Это значит, что у вас есть колоссальный Потенциал для прорыва Вообще невероятного, который всю вашу жизнь Перевернет, и отношение к вам других людей Перевернет, и отношение вас к этим Людям перевернет Господи, это вы уже можете быть Благодарны судьбе Что у вас есть такой потенциал, что вы можете Сейчас как рвануть, и это все довольно быстро произойдет Вы должны просто научиться ценить Понимаете? При том, что никто нам ничем не обязан И вы никому ничем не обязаны Понимаете? Никто из нас никому ничем не обязан Вот у меня приходит человек и говорит Был тут на одной парте Там два десятка твоих выпускников Там получают по сто тысяч, по сто десять, по сто двадцать И ругают тебя Я говорю, а за что ругают? Он говорит, ну там у всех свои претензии Но вот я, говорит, спрашиваю А что же, вы же получаете такие жуткие деньги И вас это вытащили То есть вы занимались бог знает чем Вас эта школа вытащила Они говорят, нет, я эти свои сто двадцать тысяч сам заработал Вот я, это я сам Это меня не из школы на сто двадцать тысяч привели Понимаете? Это люди, которые живут в чудовищном мире Потому что они никому не благодарны Им не надо, понимаете? Они только сами Они все сами в этой жизни Но Они мне не обязаны, понимаете? Они мне не обязаны Меня любить Или меня благодарить Или испытывать какую-то благодарность Это, это не важно Но Когда я это знаю И когда я вижу каждый день Людей, которые пишут Потрясающие комментарии Которые приходят с цветами Которые приходят с тортами Которые приходят с фруктами Которые приходят и там На шею бросаются, обнимаются и так далее Значит, насколько я ценю И насколько я потрясен А они мне тоже не обязаны ничем Вот так же, как эти Не обязаны меня любить И те, и эти Никто из них не обязан Не любить, не чувствовать признательности И так далее Заплатил, получил, ушел Ради бога Но Значит Когда ты видишь людей Которые тебе признательны Когда ты видишь людей Который человек, который тебе улыбнулся Вот ты пришел в магазин Сегодня И ты Видишь человека И он тебе улыбается И ты не казенная вот этой улыбкой Резиновой А просто улыбается Вот как Большинство людей в Америке улыбаются Я не знаю, где там они видели Искусственные Но Ну, бывает Бывает Я тоже видел Но Улыбается Вот человек Ему хорошо Он тебе улыбается Скажи ему В дневнике Само собой Напиши Ты ему скажи Там Как тебя зовут Там Я не знаю Там Джорджи Джорджи Ты скажешь Джорджи Я смотрю на тебя На твою улыбку Я Спасибо тебе Что ты есть Спасибо тебе Что так здорово Улыбаешься Такое Такое счастье Вот видеть тебя И то Как ты улыбаешься Ну, я Может быть Утрирую немножко Но я Идею Значит Если вы не живете В Америке Где Так можно сказать Легко Значит Напишите себе В дневнике Вы напишите себе Сегодня пошел в магазин Значит Там Долго не мог разобраться С чем-то и чем-то Думал сейчас продавщица Меня Там Обматерит Она улыбнулась И сказала Там Давайте я вам помогу Ну, напишите Что вы ей признательны Ну, напишите Ну, почему же нет-то Ведь Представляете Что мог сделать Этот человек Вот Вот Я Если уже Совсем доводить Там До Какого-то Абсурда Может быть Но Вот представьте себе Вот стоит человек Вот Я знаю В общественном транспорте Он мог наступить вам на ногу И не наступил Он мог посмотреть на вас Злым взглядом И не посмотрел Он может быть Даже вам и не улыбнулся Он может быть Вас вообще не заметил Но, боже Какое счастье Что он вас не заметил Понимаете Или, допустим Вы ему улыбнулись А он вместо того Чтобы сказать Ты что улыбишься, урод Да Он вам тоже В ответ улыбнулся Ну, смотри Понимаете Я Хочу показать Как бы способ Значит В тот момент Когда изменится Ваше Мироощущение В тот момент Когда вы Начнете видеть Со всех сторон Добро Тепло Свет Вот тот свет Который идет Оттуда Во что мы говорим Что мы не верим И что его там нет И никогда не было И так далее Вот тот свет Когда увидите Знаете Вот когда смотришь на человека И думаешь Святой А Ну А он всюду этот свет Вы можете сказать А его тут нету Там нету Дайте мне мой этот свет Дайте мне божественный свет На моих условиях Вот чтобы я сидел Чтобы я говорил Нету ничего А он чтобы этот свет пришел А я бы тогда сказал Ну не знаю Ну может быть действительно Черт Крен его знает Ну подумаю Понимаете Поэтому Для того чтобы увидеть Что весь мир Этим светом Насыщен Наполнен Это плотный такой Мир светлый Надо глаза открыть Упражнение в том Чтобы Каждый день Кого-то поблагодарить Конечно Письменная речь Очень сильная По сравнению с устной То есть я могу поговорить Вот там Ой спасибо там девушка Записать надо Конечно Конечно Когда ты это написал Ты сформулировал У тебя совершенно Другие механизмы Подключились И И вот каждый день Я вас уверяю Вы легко это сделаете И 5 и 10 раз в день Вот я ребят так учу Когда они на практику Идут в компанию Мне же нужно ему резюме Потом сделать И я говорю Ну что ты делал А они говорят Ничего Веб аппликейшн тестировал Понимаете И я говорю Вот ты находишь там 2-3 месяца Ты должен каждую секунду Каждую минуту Смотреть Что ты делаешь Вот ты сел Чего-то написал Спроси себя Что ты сейчас написал Зачем ты это написал Это был тест кейс Для там скажем Регрешн тестинг Там какого-то модуля Или это был Баг репорт Там допустим О том что чего-то Не функционировало В каком-то там Я не знаю Функциональном модуле Ну что-то Сиди пиши А что вот мы сейчас делали А мы оказывается Обсуждали Допустим Изменение Функциональности В новом релизе Ну и И вот Понимаете И тогда у вас Не то что в конце Интерншипа У вас каждый день По 20 буллетов Там будет Если вы Скажете себе Я анализирую Я думаю И так далее Мне например Практически не удается Добиться вот этого состояния Потому что меня рядом нет Если я например На уроке сяду И начну писать Они с интересом слушают Некоторые знаете На селфоны С экрана фотографируют Но самое главное Чтобы самому не написать К сожалению Но если вы уже взялись За себя Если вы уже потратили деньги Вы купили эту книжку И вы говорите себе Вот она есть Что с ней делать А вот так Вот целый день ходи И наблюдай И спроси себя Вот допустим Идет машина Да Есть За что-то благодарить Но я не хочу Это превращать Там допустим Совсем уже в идиотизм Там типа Вот могла там допустим Обрызгать Там в луже Но не обрызгала Затормозила Понимаете Притормозила Чтобы меня не обрызгать Это уже есть За что быть благодарным Потому что она На самом деле Могла бы естественным образом Проехать И вас обрызгать Ну и так далее Увидьте этот свет Увидьте Заставьте себя Думать об этом Как только вы начнете Думать об этом Пусть даже поначалу Это будет немножко Натянуто Немножко искусственно Немножко Я не знаю Там Чрезмерно Ничего страшного Ничего страшного И вы сразу Увидите Массу 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 Всего И даже Когда человек Который Что-то делает Не так Например Он может Это делать не так Но он это не делал Специально Понимаете Если бы он Специально Это сделал Было бы гораздо хуже А бывает он По недосмотру По глупости Человек не обязан Быть умным Понимаете В вашем понимании Того что такое умный Он никому Ничем не обязан Понимаете Он мог сделать Гораздо хуже Даже не думая Об этом Вот Поэтому он мог Причинить вам Зло и не причинил Он мог причинить Зло вашим Близким и не причинил Он мог причинить Зло природе Человечеству Там я не знаю Что И не причинил Он мог думать Грязные мысли свои понимаете и он их не думал поэтому у него есть все основания мыслить грязными мыслями на самом деле но есть люди масса людей которые несмотря на то что у них есть основания быть грязными а этим не менее чистый их очень-очень много вокруг нас этих людей вот увидите их оцените и поблагодарите искренне поблагодарить и сказать и да действительно о студенты нас приветствует а может и не студенты она это не студенты это к нам ребята пришли записываться на видео сейчас мы их запишем так что все ребят счастливо и я я надеюсь что мне удалось немножко как-то показать как я это вижу я я не претендую там на истину не в 1 не в 21 станции но во всяком случае как вот я это так понимаю счастливо